Редакция новостей «Время местное» запускает новый проект. Ко дню рождения Железногорска мы показываем городские истории, архивные видеосюжеты из программы «Кстати». Вы увидите материалы, выходившие десятилетия назад. Мы предлагаем вам вспомнить и вместе с нами оценить важные на наш взгляд моменты в истории развития города. Сегодня вернемся в 1997 год и поговорим о судьбе Железногорского пищекомбината. Экономическая ситуация того времени диктовала свои правила. Какие были проблемы и как с ними пытались справиться – в сюжете далее. Одно из крупнейших муниципальных предприятий города пищекомбинат оказался сегодня на пороге финансового краха. За 1997 и первый квартал 1998 года в целом пищекомбинат принес чистых убытков 2,5 миллиарда нединаминированных рублей. Что это значит для предприятий пищевой промышленности, ежедневно вырабатывающего продукцию первой необходимости хлеба и молоко, понять нетрудно. Невозможен закуп сырья для выпечки хлеба и выпуска молока. Нет возможности вести необходимый ремонт. Что уж говорить о спецодежде и другой мелочи. Сегодня два основных подразделения – хлебозавод и молокозавод – работают на заемных средствах, то есть на сырье, которое получают в долг. Однако эти два подразделения еще возможно удержать на плаву. Что касается двух других подразделений – пивозавода и мясоперерабатывающего, то судьба первого уже решена, а значит и судьба рабочих. С мясоперерабатывающим заводом все гораздо сложнее. Пока точно известно, что завод должны законсервировать. Часть коллектива трудоустроить на двух других подразделениях, часть отправить в очередной отпуск. За 4 месяца именно такой срок отводится для выведения пищекомбината из прорыва. Планируется поиск инвестора на мясоперерабатывающий завод, завершение ремонта кровли и помещений и проведение других мероприятий. Так во всяком случае говорил на собрании трудового коллектива мясоперерабатывающего завода, исполняющий обязанности директора пищекомбината Владимир Ильич Хританенко. Говоря о финансово-хозяйственном состоянии пищекомбината, невозможно умолчать о позиции его руководства. Ведь не первый и даже не второй год пищекомбинат медленно, но верно катился в финансовую пропасть. При этом и старая администрация города, и руководство предприятия делали, что называется, хорошую мину при плохой игре. В свое время городское предприятие пищевой промышленности не было приватизировано. Подразделения не получили самостоятельность, а значит не было из-за интересованности выпуски дешевой качественной продукции. Это и многое другое привело к потере потребительского рынка, который в свою очередь ведет к снижению производства продукции, и естественно к неорентабельности предприятия. В том, что пищекомбинат и работающие там люди оказались в такой ситуации, вина прежде всего тех, кто им руководил, когда предприятие входило в рынок. И тех, безусловно, кто неумело управлял предприятием до сегодняшнего дня. Вот те вопросы, которые задавались на собрании трудового коллектива мясоперерабатывающего завода. И первый из них, как мясопереработка, будучи ранее рентабельной, превратилась в убыточную. Почему мы выпустили 10 тонн? Что, нашу колбаса не требовалось спросом? Мы выпустили 10 тонн только потому, что у нас не было сырья. Вот есть сырья на 10 тонн, а на 40 нет. А мы сейчас можем продавать в месяц 50 тонн. Какие нам должны большие долги все магазины? Давайте коснемся к такому вопросу, как погалотенка. Он нам должен почти миллиард. Так, Ирина Ивановна? Почти миллиард. Почему вы не можете какими-то путями, какими-то способами вернуть вот с таких товарищей долги? На собрании звучал вопрос и по поводу капитального ремонта кровли мясоперерабатывающего завода, который ставился, оказывается, с 1992 года. Вы можете мне сказать цифры? Цифры это не точные, потому что еще расчеты ведутся и у комплектации этих расчетов проводятся. Это приблизительно 114 миллионов убытков на сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова